Эмили Амит. Возвращение в Крым через литературу. Так называется новый выставочный проект писателя и художника Шевкета Кишвединова, представленный в библиотеке имени Франко в Ахмеджите. Он объединил две линии, первая из которых – исследовательская работа Кишвединова. Здесь документы и фотографии Эмили Амита из архивов и фондов библиотек. Также представлены книги с автографами Эмили Амита, которые мне подарили люди, приближенные к Эмилиу Амиту, и некоторые книги, которые мне удалось найти на аукционе. То есть, это уже становится книжным раритетом, которым нужно делиться с людьми. Кроме того, на выставке представлены акварельные картины самого Шевкета Кишвединова. Экспериментальные работы, картины гуашью, серия фотографий Александра Кадникова, сделанных специально к выставке. В выставочном проекте приняли участие опытные художники, как Зарема Тросинова, так и начинающие – юные ученицы Шевкета Кишвединова. Мне очень хотелось показать, как писатель жил при жизни. Для этого есть специально подготовленные дизайнерские стенды на входе в выставку. Мне очень хотелось показать, как писатель может жить после того, когда его уже не стало. И вот это вот экспериментальное поле, этот экспериментальный дух, мне кажется, эта экспозиция отражает. Отдельного внимания заслуживает серия альтернативных обложек произведениям Эмилия Амита, созданных талантливыми художниками и дизайнерами по приглашению Шевкета Кишвединова. Душой я прочувствовал, что я больше прочувствую два произведения – это «Олень и родник» и «Последний шанс». Если рассматривать, например, работу «Последний шанс», произведение описывает оккупационный период. Я постарался передать ту глубину печали и мрака, которая присутствовала в Крыму. Эти руки, которые тянутся друг к другу – это руки надежды. Шевкет Кишвединов занимается исследованием и жизнетворчества Эмилия Амита уже три года. Он написал книгу и защитил научную работу, а также провел ряд мероприятий, главная цель которых – вернуть славу забытому автору. Я была и на лекции Шевкета Кишвединова и сюда пришла на эту выставку. Я очень горжусь, что среди крымских татарских писателей есть такой Эмиль Амит, родственником которого я являюсь. И все его произведения я прочитала и очень много поучительного в его произведениях для нашей современной молодежи. Благодаря таким выставкам и организации таких мероприятий наша молодежь и, в частности, все зрители и увлекающиеся литературой, и не увлекающиеся, могут познакомиться с творчеством крымско-татарских писателей, а в частности с творчеством Эмилия Амита. Я считаю, это благое дело. 11 февраля я побывала на мероприятии, которое проводил Шевкет Кишвединов, посвященное Эмилию Амиту. Предварительно познакомилась с одной из повестей «Пархатный сезон». Она произвела на меня впечатление, очень интересное. И даже сопоставила с творчеством русских писателей некоторых, да и в принципе и мировых. Возникали вопросы, крымско-татарский ли он. Крымско-татарский, неважно, на каком языке он пишет. Важно, что ценности, которые он донес до нас, они касаются каждого. Выставочный проект Эмилия Амит «Возвращение в Крым через литературу» открыт для посещения в библиотеке имени Франко до 10 марта.